В Белгородском зоопарке Пополнение следом за львицей Лулу и жирафом Сафари в Белгород перебрались тундровая волчица и зеленокрылый Ара. Наша съемочная группа в числе первых познакомилась с новыми обитателями зверинца. Михаил Перетокин расскажет подробности. Эту красавицу в Белгород привезли из Ижевска 10 дней назад. Пока она живет в отдельном вольере и без имени. Руководство зоопарка планирует назвать тундровую волчицу Норой, что должно составить красивое сочетание с именем самца – Нордом. Будет хорошо, если их союз сможет дать потомство. Ведь покупка молодой самки – первый шаг к созданию волчьей стаи. Доминирующее положение в подобных сообществах занимает именно самка. Должно пройти время, прежде чем старая волчица Вега сможет привыкнуть и найти общий язык с новым членом семьи. Так как у нас наша самка, которая жила уже, может сказать, и на старой территории, и на этой территории уже, ей уже 12 лет, поэтому все-таки старость свою берет, и оно заметно. Вот поэтому мы стараемся сейчас создать именно молодое поколение, то есть чтобы у нас был молодняк, чтобы намного было интереснее смотреть на таких интересных животных. В этом году коллекцию Белгородского зоопарка пополнил новый вид попугаев – зеленокрылый ара. Если раньше посетители радовали волнистый попугай и кокоду из Австралии, то эта красавица – ярчайший представитель Южной Америки. Попугаи этого вида растительноядные. Пытаются орехами и ягодами, очень любят яблоки и тыкву. Розе всего один год. В наши края ее перевезли из зоопарка в Нижнем Новгороде. Сейчас гостья ютится в экзотариуме, ожидая, пока из ее вольера переселят сурикатов. Руководство зоопарка обещает, что увидеть птицу посетители смогут в середине октября. Интересное существо, конечно, очень интеллектуальное, можно так сказать. Своенравное, как вы обратили внимание, с характером. То есть если не нравится, он конкретно говорит, что ему это не нравится. Но надеюсь, что ему у нас понравится. Он еще у нас находится в условиях карантина, поэтому так получается, что мы его пока только... Вы первые, кто его увидел. В будущем для самки будут искать самца, поскольку зоопарк заинтересован в продолжении их рода. Роза должна дать начало семейству крупных попугаев. Сейчас в Белгородском зоопарке с учетом новых обитателей насчитывается порядка 110 видов животных. Михаил Перетокин, Дмитрий Ерема. К этому часу в Белгород.